много швейных машин как и вязальных не бывает и кстати очень люблю ходить по магазинам швейных машин ну не бежать ли ради этого в ателье и не искать кто вам знаете эта машина настолько великолепна честно говоря что я даже не знаю с чего же начать они рассказывают швейная машина должна быть в каждом доме а вот вопрос какую же выбрать машину это всегда знаете для многих очень сложный вопрос особенно для тех кто никогда не шире но осознали ту самую истину в каждом доме должна быть швейная машина знаете я очень часто наблюдаю когда прихожу в магазины швейных машин я кстати очень люблю ходить по магазинам швейных машин особенно люблю гулять по интернет-магазину швейный мир в поисках новой швейной машины или в поисках какой-нибудь новинки я понимаю что я ищу а как же определиться вам что вы ищете я вам расскажу какие машины швейные есть у меня какие я люблю за что и люблю по каким критериям я выбираю машины я уверена что мой выбор поможет многим из вас первое что нужно для себя понять это для чего вы хотите машину окей я забыла вы же не шьете еще его не знаете давайте я расскажу и для тех кто шьет и для тех кто не шьет для начала чуть-чуть похвастаюсь в моем доме несколько швейных машин и не скажу что много потому что много швейных машин как и вязальных не бывает или бывает у меня в доме две промышленные машины 1 прямострочная машина для легких тканей и вторая машина с двойным продвижением для средних тяжелых тканей они просто прямострочные из недостатков занимают много места и они только прямострочные из бытовых машин многие от меня уже слышали что моя любимица это фав квилт expression 720 великолепная машина я ее люблю нежно я постоянно ее использую нужно ли новичку приобретать фав expression 720 ну я бы сказала что нет если только вы не точно уверены в том что вы хотите ну вот премиальную практически люксовую швейную машину дома долгие годы меня радовала машина фамили кстати сейчас она радует другого человека и тоже радует уже не один год при постоянной такой вы знаете причем человек шьет профессионально при постоянной постоянной эксплуатации но также у меня дома есть хуксквардный викинг который я вам тоже расскажу в следующем видео поэтому не забудьте подписаться кстати наш канал и не забудьте поставить лайк вам не сложно мне приятно ну к тому же это стимулирует нас записывать для вас новые интересные видео и я буду обязательно с вами делиться новинками обязательно будет с вами делиться своими знаниями что я делаю кстати на протяжении многих лет сегодня я вам расскажу о машине которая меня буквально покорила это family 200 про название про она очень часто говорит само за себя не правда ли это практически профессиональная машина за очень скромные деньги вы получаете роскошную машину которую фактически способна воплотить любую фантазию человек который занимается шитьем как профессионально так и не для тех кто только начинает шить эта машина настолько интуитивно легка и просто управление что вы знаете с ней справится абсолютно любой человек кто впервые взял в руки шейную машину ткань и нитки в этой машине 100 100 заметьте 100 строчек алфавит латинский алфавит 7 петель для автоматического выметывания есть возможность создания собственных строчек до 30 элементов и занесения их в память машин машина с жк дисплеем вес машины без упаковки составляет всего лишь 6 килограмм хотя я вам скажу что для швейной машины бытовой это хороший вес смысле тяжелый вес в этой машине очень хороший пластик знаете что для меня является всегда очень важным критерием при выборе для себя любого оборудования любой бытовой абсолютно техники включая жвейной машины это срок гарантии на эту машину производитель дает четыре года гарантии только на надежный продукт только на надежную технику вы можете увидеть столь длительный гарантийный срок обязательно обратите внимание на этот критерий при выборе любых бытовых и не бытовых приборов знаете швейные машины с полгода гарантии год гарантии я даже не рассматриваю вообще в принципе для покупки какие бы функции там нам не обещали это не означает что я жду ожидаю что моя швейная машина сломается через полгода или что я ожидаю что моя швейная машина сломается через четыре года вовсе нет ну так например я вам уже говорила фамили которая у меня была до этого но у меня служила много-много лет эксплуатировали безжалостно без единой поломки без единого ремонта и потом когда у меня появилась пфа пфа я передарила ее и сейчас она радует человека который профессионально шьет шьет серьезные вещи шьет много и также без единой поломки вот что такое когда производитель уверен в качестве производимого товара на эту же машину которую я сейчас так нежно глажу в интернет-магазине швейный мир на эту замечательную новинку это новинка от английского бренда family на эту новинку сейчас огромнейшая скидка просто огромная и вот это вот чудо идет в комплекте сразу с расширительным столиком что кстати здорово потому что экономит вам средства на этой машине можно сшить практически все ваши желаемые проекты например можно сшить легко и быстро комбинезон который вы видите на мне сейчас буквально полтора часа работы и комбинезон уже на вас на этой машине можно прекрасно декорировать ваш дом если вы увлекаетесь декором обновите интерьер сшейте новые подушки новые чехлы для гладильной доски новые чехлы для вашей мебели для ваших стульев видоизмените ваши шторы в конце концов из остатков ткани можно просто шить новые шторы можно шить новые пледы что касается больших пледов я предпочту другую машину какую спрашивайте в комментариях с удовольствием расскажу об этом следующих видео но на этой машине с удовольствием вы зашьете любую одежду вы с удовольствием увлечетесь процессом различного интерьерного декора в конце концов знаете скажу такую банальнейшую вещь ну например на вашей любимой блузке разошлась строчка по шву ну не бежать ли ради этого в отелье не искать кто вам зашьет маленькую маленькую дырочку это все легко можно сделать на этой машине и так эта машина действительно потрясающий инструмент для творчества что ж друзья после распаковки и установки машины я сразу установила расширительный столик вы знаете мне очень нравится этот цвет я привыкла к машинам белого цвета здесь огромное преимущество потому что со временем белый пластик на машинах частенько начинает желтеть кстати вы знаете по законам колористике серый цвет благоприятствует творчеству спокойствие приятному времяпрепровождение и работа уже не кажется работы что уж на столике мы видим удобную линейку это кстати очень удобно когда линейка постоянно у вас под рукой например мне нужно заложить складки мне не нужно никуда идти я могу приложить ткань и сразу разметить по сантиметрам где же мне нужны эти складки вы очень быстро можете разметить для себя любые припуски данная машина предназначена для пошива фактически любых тканей начиная от самых тонких шелка и шифона до толстых тканей и вплоть до вязаного трикотажа в том числе и вручную вязаного трикотажа а для некоторых тканей вам потребуется дополнительные лапки поэтому сразу определитесь что вы хотите шить ну а сейчас мы с вами рассмотрим как начать работать с этой машины знаете эта машина настолько великолепно честно говоря что я даже не знаю с чего же начать они рассказывать мне хочется знаете сразу охватить все поэтому давайте начнем сначала давайте же начнем с заправки машин стержень для катушки и съемный стержень для катушки данная машина позволяет использовать как один так и оба стержня и так я использую нитки у меня сейчас это нитки аэрофил модель а кстати очень люблю эти нитки которые тоже можно приобрести в интернет-магазине швейный мир надеваем нитки катушку ниток на стержень для того чтобы катушка не слетал во время шитья берем вот такую крышку и закрываем теперь можем опустить стержень и быть уверенным в том что не будет свободно совершенно подаваться здесь мы имеем абсолютно великолепную наглядную инструкцию мне кажется что не только взрослая женщина или мужчина справиться с этой инструкции даже ребенок производитель позаботился о том чтобы научить нас подробно объяснить как заправлять нить просто следуем стрелкам кроме стрелок следуем цифрам от 2 мы переходим к 3 к 4 маленькую позвольте дать рекомендацию когда мы заправляем верхнюю нить я всегда поднимаю лапку когда мы опускаем лапку уже работает натяжение нити внутри корпуса есть прижимные тарелочки которые прижимают нить так вот чтобы не четко попала туда куда нужно поднимите лапку для того чтобы нить точно попала меж тарелочками далее следуя инструкции продолжаем заправку нити следующая функция которую лично для себя я считаю необходимым иметь швейных машинах это автоматическая заправка тем более что у меня не очень хорошее зрение эта функция для меня особенно важна и эта машина оснащена этой функции вот здесь уже когда нить фактически внизу я могу опустить прижимную лапку рычаг опускания и подъема прижимной лапки очень удобно расположен кстати эта машина не все модели тоже обратите на это внимание оснащена двойным подъемом лапки то есть первый стандартный подъем лапки еще раз нажав мы получаем вообще посмотрите насколько высоко поднята лапка это очень актуально тогда когда вы например работаете с толстыми материалами да это сюрприз машина может работать с толстыми материалами теперь нам нужно опустить устройство для взявания нити нить завести под крючок и направить все и представляете у меня очки плюс три с половиной и я с легкостью могу эту операцию проделать вообще без очков большинство современных машин оснащены горизонтальным челноком что кстати невероятно удобно и сразу хочу сказать такой челнок не требует смаз это важный момент крышка челночного устройства легко откидывается нажатием одной единственной кнопочки извлекаем шпульку и здесь производитель о нас позаботился для нас все показали и рассказали я делаю это так прижимаю зажимую шпульку чтобы она не разматывалась следуя стрелочкам провожу нить и вуаля через обрезчик нити срезаем лишний конец нити снова берем крышку шпульного отсека и защелкиваем обратите внимание на то что нет необходимости вытаскивать пульную нить машина начнет шить просто самостоятельно этой машиной можно управлять при помощи кнопки старт-стоп а можно управлять при помощи педали кому как удобнее мне честно говоря всегда удобнее управлять при помощи педалей я лично не очень часто на своих машинах использую эту кнопку но я знаю что многим очень нравится это вопрос исключительно вкуса но я считаю что функция полезная очень удобная функция которую возможно не все знают это регулировка скорости шитья а вы можете регулировать скорость шитья как до начала шитья так и в процессе шитья так например при начале шитья начав с минимальной скорости в процессе шитья скорость увеличивать также это очень полезно для новичков шитье я знаю что многие новички боятся нажать на педаль установите минимальную скорость и вам будет легче начать ваш не тернистый, но путь, усыпанный великолепными благоухающими розами. Если вы забыли посмотреть, что же находится внизу справа, то я вам советую это сделать, потому что здесь находится шпаргалка. Для того, чтобы вы не запутались в строчках. Итак, мы начнем с вами с самой простой строчки. Просто с прямой. Опустим лапку. Установка позиции иглы выполняется здесь очень-очень просто. Используя кнопки плюс и минус, мы передвигаем иглу в нужную для нас позицию. На дисплее справа вы видите 7.0. Ширина максимальной строчки машины 7 миллиметров. И это очень хороший показатель. Это просто великолепный показатель. Скорее всего, если вы посмотрите на ваши машины более простые, максимальная ширина строчки, ну в лучшем случае 5. У этой машины 7 миллиметров. Для сравнения на Puff Quilt Espration 9.0. Но и стоит она значительно дороже. Все, что мы делаем, мы можем видеть на нашем дисплее. Итак, я устанавливаю на 3.5. Это центр моей иглы. Помните, я говорила об интуитивном управлении? Здесь нам схематично нарисовали, что мы меняем длину стежка. Давайте установим длину стежка, например, для начала 3. И опустили иглу, включив позиционер. На дисплее мы увидели, что появился соответствующий значок. Нарисованная игла и стрелочка вниз. Игла опущена. Можете просмотреть, я подниму этот значок. Игла поднята. Игла опущена. У этой машины есть такая замечательная функция, как автоматическая закрепка, которую вы можете использовать как в начале, так и в конце строчки. Чтобы воспользоваться этой функцией, нажмите на вот эту кнопку. Тоже весьма интуитивно понятная функция. Я убедилась в том, что у меня все получается. Я делаю быстрее, 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 быстрее. А теперь еще раз выполним закрепку и закончим шитьем. Машина оснащена автоматическим обрезчиком нити, который располагается на левой боковой крышке машины. Отведите ткань назад и пропустите кончики нити через обрезчик. Итак, наша строчка готова. Вот так она выглядит с лесовой стороны, где была красная нить. И вот так она выглядит с изнаночной стороны. Очень удобно, когда рядом с машиной у вас есть инструменты, которые позволяют быстро подготовить к работе следующий этап. У меня стоит подложка для глажения гамма и маленький кружок прим. И теперь я предлагаю нам с вами оформить декоративной строчкой вот этот шов. Это можно выполнить атласными строчками, которые есть в памяти машины. Это можно выполнить зигзагом. Это можно выполнить при помощи двойной иглы. Друзья мои, я знаю, что вы любите изысканные вещи. Я знаю, что вы любите различные новинки. Возможно, вы уже шили эту иглу, возможно, нет. Я вам очень ее рекомендую. Это игла с двойным ушком. Обратите внимание на маркировку иглы. Маркировка иглы 705DE номер 80 дробь 12. На самой игле вы можете видеть те два самых ушка. Помните, я вам говорила о том, что машина дает возможность шить сразу с двух катушек. Это можно выполнять разными способами. Я знаю, что многие используют шитье двойной нитью, вставляя нить в одно ушко иглы. Чаще всего это приводит к не очень хорошим результатам, потому что часто одна или вторая нить рвут. Иногда бывает, что мы имеем разные натяжения, по-разному ложатся нити. Аналогичным образом я заправляю вторую нить. В комплектацию машины входит вот такой удобный отвертка-ключ, благодаря которому очень удобно раскрутить все части в машине, которые нужно раскручивать. Начните раскручивать винт иглодержателя при помощи вот этого маленького короткого носика, вставив в отверстие, которое есть на винте. Закончите процесс вручную до тех пор, пока игла не выскользнет. Извлеките иглу и обязательно положите ее на место, для того, чтобы потом вы не думали, какого же номера эта игла. Вам не нужно было брать лупу и не смотреть маркировку. Когда я работаю над каким-то проектом и использую несколько лапок, я очень люблю использовать вот эту магнитную корзинку. К стеночке магнитной корзинки примагничиваю иглу, которую я расшила до этого, и убираю ее пока в сторону. Закручиваем новую иглу. Неважно абсолютно в каком порядке вы будете заправлять нити. Автоматически нитевдеватель заправляет нить в нижнее ушко иглы. Вы можете это видеть. Для того, чтобы заправить верхнее ушко иглы, вы можете, например, при помощи вот такого инструмента. Я его, кстати, тоже очень люблю. Он мне часто пригождается. Это инструмент прим для швейных машин. В общем-то, в комплектации этой машины есть абсолютно все необходимые для работы, для начальной работы лапки. Но так как лапок много не бывает, я буду для работы, которую сейчас собираюсь проделывать, использовать лапку с центральным направителем. Для того, чтобы выбрать строчку, нужно войти в меню выбора строчек. Меню выбора строчек находится вот здесь, на панели слева. Однократное нажатие на кнопку «Паттенс 1». Далее воспользоваться вот этой таблицей выбора. Либо, если вы нажмете второй раз, вы перейдете на «Паттен 2». И это вот эта таблица. Это алфавит и цифры. Пока это нам не нужно, поэтому мы выбираем «Паттен 1». Из таблицы, из множества-множества строчек, выбираем желаемую. Ну вот давайте, например, выберем «Сорок четвертую». Мы получили вот такую интересную мережковую строчку. И вот так она выглядит по изнаночной стороне. Воспользовавшись ножничками для аппликаций, которые и так же можно приобрести вместе с машиной. Мы можем срезать весь этот лишний припуск. Ножницы для аппликации очень удобны тем, что мы их подводим вниз под лишний припуск, который нужно срезать. И не боясь, вот так смело срезаем. Ничего лишнего вы, благодаря их основанию, которое упирается, вы ничего лишнего не срежете. Получите идеально срезанный край. Кстати, такие ножнички пригодятся тем, кто часто работают с трикотажем и с подгибами. В комплекте дополнительно три шпульки. Лапка, которая необходима всегда. Это лапка для молний. Лапка для пуговиц. Знаете что? Кто-то говорит, что я не пользуюсь лапкой для пуговиц. Я очень люблю лапки для пуговиц, и я очень люблю пришивать пуговицы на швейных машинах. Честно, я уже даже не помню, сколько лет назад я пришивала пуговицы вручную. Пришивание пуговицы на швейной машине – это просто удовольствие. Лапка для оверлочной строчки. И знаете, когда люди слышат «лапка для оверлочной строчки», они думают, что машина будет шить так же, как оверлок. Нет. Но мы с вами рассмотрим, почему лапка так называется. И лапка для потайной строчки. А также прозрачная лапка для атласных строчек. К пуговицам обычно идут петли. И здесь мы имеем лапку для автоматического выметывания петли. Я вам уже говорила, что эта машина умеет вметывать 7 автоматических петель. Распарыватель швов с кисточкой. Хочу обратить ваше внимание на то, что распарыватель швов здесь, без бусинки, на коротком кончике. Я вам рекомендую сразу вместе с машиной заказать дополнительно еще два распарывателя швов. Все распарыватели, которые я сейчас держу в руках, вы можете видеть, отличаются между собой размером. Кстати, рекомендую именно Мадейра. Не покупайте поделки, отличаются сильно. И тоже распарыватели Мадейра, но без, я ее называю терка. Наконечник служит для удаления нити. Также можно приобрести вот такие двойные есть распарыватели. С одной стороны крупные, с другой мелкие. Мне лично больше нравится качество Мадейра, но этим я пользуюсь для толстых тканей. При помощи подходящего распарывателя мы можем быстро распороть абсолютно любую строчку. Сделать это действительно быстро-быстро-быстро. Если у вас есть распарыватель нужной вам величины, например, для этой ткани, вот этот распарыватель будет слишком мал, что нужно сделать? Нужно ввести распарыватель бусинкой под шов и просто проталкивать его вперед. Но так как он слишком мал и предназначен для более тонких, для более деликатных тканей, я возьму средний размер распарывателя. А вот этим распарывателем мне будет сделать это очень удобно. И посмотрите, мы берем ткань и просто ведем вдоль шва, фактически под ним. Если мы возьмем более крупный распарыватель, а вот здесь я уже могу повредить, потому что вот такой распарыватель предназначен для более плотных материалов, для более толстых тканей. Поэтому здесь мне нужен средний. Посмотрите, как легко и быстро. Я очень люблю этот способ распарывания швов, и я лично пользуюсь им всегда. Какие неудобства у этого способа остаются? Вот такие кончики нитей. И вот для этого очень хорошо, когда у вас есть такая терка для ниток. Благодаря ей нитки легко удаляются. Их не нужно ущипать. Я вам лично рекомендую для ваших бытовых машин вот такой набор. Маленький, средний, большой и с теркой. Здесь я в руках держу другой распарыватель. Сразу вам хочу сказать, да, он дешевле, чем Мадейра, но не руководствуйтесь этим критерием. Отличия вы чувствуете сразу, как только вы берете один и второй в руки. Несмотря даже на то, что вроде бы они, кажется, что одинаковые, отличаются только дизайном. Нет. Сразу чувствуется отличие в пластике. Смотрите, какой гладкий, прочный и блестящий, кстати, пластик у Мадейра. Хотя я Мадейра постоянно использую. Этим не пользовалась один раз. И с тех пор он у меня лежит. Сама терка. Здесь она как будто просто пластик, ну или что-то нечто среднее между пластиком и резиной. Здесь действительно резинка-терка. То есть здесь я тру-тру-тру-тру-тру-тру. И этот удаляет сразу. Казалось бы, какая мелочь. В базовой комплектации машины есть фактически все лапки для начала шитья. Но если вы изначально приобретаете машину с целью шить на ней определенные вещи, особенно если речь идет о трикотажных изделиях, то я вам рекомендую приобрести лапку с отдельным верхним транспортером. Выглядит этот транспортер вот так. Его кардинальное отличие от основной лапки заключается в том, что мы имеем сверху еще один транспортер. Видите, вот он. На сайте интернет-магазина Швейный мир вы можете видеть разнообразные варианты верхних транспортеров. Я вам лично рекомендую остановиться сразу вот на таком верхнем транспортере. Это верхний транспортер со сменными лапками и двумя направителями для машин с горизонтальным челноком. Кажется, что стоит он дорого, но это только кажется. Транспортер предназначен для использования на машинах с горизонтальным челноком шириной строчки до 7 мм. То есть он подходит к нашей машине. Входит в него стандартная лапка, открытая лапка и направляющая для шитья в раскол. А также регулируемая направляющая. И это очень полезные функции. Я считаю эту лапку вообще незаменимой. Всем студентам нашей школы я сразу говорю, чтобы вместе с покупкой швейной машины обязательно приобретали вот такой транспортер. Это просто необходимо для шитья трикотажа. Например, вот мы имеем вот такой эластичный тонкий трикотаж. Это мы еще не добрались до вязаного трикотажа. Воспользуемся таблицей и найдем подходящую строчку для нашего трикотажа. Мне кажется, что дальше можно даже не показывать. Вы видите, как деформируется ткань пришитья, несмотря на то, что я выбрала трикотажную строчку. Для того, чтобы установить верхний транспортер, раскручиваем винт лапкодержателя. Для того, чтобы верхний транспортер или, как еще называют, шагающая лапка шагала, нужно вот этот рычаг, который приводит в действие пружину и, собственно говоря, заставляет лапку шагать, переместить на винт иглодержателя. И только после этого закручиваем винт. Теперь ту же самую строчку мы с вами проделаем при помощи шагающей лапки. Я поставлю самую медленную скорость для того, чтобы вы увидели работу, как работает верхний транспортер. Слоя абсолютно не смещается. Оба слоя подаются абсолютно равномерно. Вам не нужно прилагать никаких усилий, чтобы ткань не скользила, выдерживать одинаковое расстояние от кромки. При этом шов остается таким же эластичным. И ткань хорошо растягивается. Кроме того, чтобы строчка была еще лучше, рекомендую использовать иглы, подходящие для типа тканей. И тогда строчка будет еще-еще лучше. Это, кстати, часть текла, которую у меня в арсенале и то не все. Итак, обязательно приобретите иглы в строчке. Если вы приобретаете вот такой набор от номера 65 до номера 90, приобрести хотя бы два таких набора сразу вместе с машиной. Если я смотрю, что у меня остается одна упаковка, я сразу заказываю. Потому что в моем городе с иглами именно шмец проблема. Это мои любимые иглы. Мне нравятся больше всех. Если вы собираетесь шить вязаный, особенно вязанный трикотаж, или, например, ручной вязанный трикотаж, то приобретайте суперстрейч. Если вы хотите шить такие вещи, как футболки, худи, толстовки, вам потребуются двойные иглы. Иглы для трикотажных изделий. Обращайте внимание, чтобы иглы были стрейч. Маркировка стрейч игл HS. Вы можете увидеть, на каждой игле стоит своя маркировка. Внизу мы видим 2,5 на 75. 75 это номер одной иглы. То есть это толщина иглы. 2,5 это расстояние между двумя иглами. На этой, например, игле мы видим обозначение 4,0,75. Это обозначает толщина иглы номера 75 и 4 расстояния между двумя иглами. И тоже маркировка HS. Эта игла не подходит для трикотажа, но те, кто ей ушел, не обойдутся без нее уже никогда. Посмотрите, как выглядит эта игла. С левой стороны у нее установлена мережковая игла. И обычная игла с правой стороны. Итак, это двойная игла. Расстояние между иглами 2,5. Номер иглы 100. Эта игла предназначена для отделочных работ и мережковых строчек. Изумительной красоты строчки можно получить при помощи этой иглы. Эта нет необходимости покупать, если вы не знаете точно, что вы ее хотите. Хотя, если хотите посмотреть, какова она в работе, то обязательно пишите. Я сниму с удовольствием для вас видео по иглам и по их применению. Иглы с двойным ушком вы видели уже в работе. Я думаю, что успели оценить. Еще заострить ваше внимание на таком типе иглу, как иглы микротекс. Чем отличаются эти иглы? У них особо острый кончик. Также эти иглы отличаются особой прочностью. Они есть разных размеров. Предназначены они для плотных тканей. Но вот смотрите, какой момент. Если я, например, хочу на красные вещи пришить молнию, то я буду использовать иглу микротекс. Просто потому, что пластиковое основание молнии очень часто ломает обычные стречевые иглы. Казалось бы, мы вроде бы шьем трикотаж, но тем не менее, в данном случае мы будем рассматривать. Мы шьем плотную молнию, у которой плотное пластиковое основание. И, скорее всего, стречевые иглу вы просто сломаете. Приобретите для себя 2-3 набора универсальных игл. И их хватит вам надолго. Вот такой набор включает в себя 2 иглы 70-ки, 3 иглы 80, 3-90 и 2 иглы 100. Универсальные иглы предназначены для шитья простых тканей, которые не отличаются эластичностью, которые не отличаются какими-то особыми свойствами. Для них идут обычные универсальные иглы. Об этой машине можно говорить, честно говоря, долго. Потому что она действительно очень нравится. Машина заслуживает и нашего с вами внимания, и покупки. Мне в ней нравится абсолютно все. Ее легко хранить, она компактная, очень удобные подсказки. На самом деле огромный выбор строчек, просто огромный. Для тех из вас, кто любит творчество, именно творчество, любит всякие декоры, машина хороша. Ну и, конечно, как я уже говорила, машина надежная. Для того, чтобы вы получили с первого раза полное удовольствие от шитья, я вам рекомендую также вместе с машиной обязательно заказать верхний транспортер, который я вам уже показала. Также я вам рекомендую заказать набор шпулек. Ножницы Family, которые я вам уже показывала в предыдущем обзоре, и которые теперь у меня постоянно под рукой. Я от души рекомендую эту машину. При заказе обязательно используйте наш промокод «Лорейн», и на все сопутствующие товары вы обязательно получите очень приятную скидку. Ну а на швейную машину, если вы закажете ее в ближайшее время, скидку по нашему промокоду вы не получите, потому что в интернет-магазине «Швейный мир» и так сейчас очень большая скидка по акции на эту замечательную новинку «Фэмили 200 ПРО». Поэтому обратите на нее внимание. Ну а я готовлю для вас еще другие обзоры по другим швейным машинам, которые мне нравятся не меньше, а не просто другие. Субтитры создавал DimaTorzok